Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Что увидят гости Кубка Конфедерации? Проверил мэр Сочи с главами районов. Он объехал все гостевые зоны. В центре Сочи из багажника выпали дети. ЧП произошло сегодня на курортном проспекте. Всемирный день окружающей среды подарил сочинскому парку. Яркий забор. Помочь с покраской вызвались волонтеры. Талантливый композитор, певец, прекрасный учитель Владимира Любимова. В годовщину его ухода вспоминают ученики и продолжают дело мастера. 12 тысяч бизнесменов и политиков из 130 стран. Санкт-Петербург стал финансовой столицей мира. В городе Наневе завершился второй основной день Международного экономического форума. Главная тема – поиск баланса в глобальной экономике. Многие ответы прозвучали на пленарной сессии с участием Владимира Путина. Краснодарский край стал одним из самых заметных участников делового саммита. Регион привез с собой целые инвестиционы, ресторан. Все подробности дня в материале наших краснодарских коллег. Вот две камбалы принесло. Нет, нет. Что тебе нужно? Две камбалы. Все, все. Пока политики и бизнесмены ищут баланс в глобальной экономике, повара на кухне, кажется, нашли путь к сердцу инвестора. Черноморская камбала, розбив из стихорецкой говядины и салат из армавирской индейки. Хиты заказов. Инвестиционный ресторан «Кубань», открывшийся на время Петербургского международного форума, стал одним из самых популярных павильонов экономического саммита. Почему идея ресторана? То есть что, еда как-то располагает к деловому общению? Ну а как же. Никогда на голодный желудок не делались более-менее плодотворные дела. Когда мы говорим о тех или иных успехах, мы, как правило, они решаются всегда на сытый, на полный желудок, когда люди покушали достаточно качественную вкусную еду. Поэтому, конечно, залог качественного бизнеса – это хороший, сытый человек. Ставку в инвест-ресторане, как и в экономике региона, сделали на мощное сельское хозяйство. В блюдах используют экологически чистые продукты, выращенные только в Краснодарском крае. Крупный бизнес любит крупные блюда. То есть они любят кусочки побольше, порции покрупнее. Современный крупный бизнес начал разбираться в продуктах, и он готов брать большие порции, но при этом они очень внимательно смотрят за калориями. Бизнес в России действительно стал разборчивее. И не только в еде. Доказывает это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах. Его ежегодно составляет агентство стратегических инициатив. Результаты озвучили сегодня в присутствии губернаторов. Именно от их работы во многом зависит, удобно ли себя чувствуют предприниматели. Краснодарский край второй год подряд занимает седьмое место. Опрошенные бизнесмены отмечают, на Кубани значительно сократились сроки и количество процедур, необходимых для подключения к электросетям. Также ускорилось получение разрешения на строительство. А вот административных барьеров меньше не стало. И такая тенденция по всей стране. Бизнес в целом говорит о том, что давление увеличивается со стороны проверяющих органов. Бизнес стал требовательнее и строже в своих оценках контрольно-надзорной деятельности и административного давления со стороны проверяющих и регулирующих органов. Чтобы снизить давление на бизнес, достаточно избавиться от лишних административных процедур, замечает во время обсуждения губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В регионе как раз пошли по этому пути. Мы изменили законодательство субъекта таким образом, что инвестор, чтобы получить налоговую преференцию, ему не нужно обращаться в административные органы. Он напрямую обращается в налоговый орган. То есть мы убираем любой еще момент, который заставляет где-то инвестора кланяться или что-то либо делать вообще нехорошее. Контрольно-надзорную деятельность в принципе нужно пересмотреть. Сошлись во мнении участники дискуссии. Работу малого и среднего бизнеса частично регулируют нормативные акты, разработаны еще в 90-х, заметил глава Тульской области. Сейчас эти принципы не актуальны. В свою очередь Вениамин Кондратьев предложил создать еще один альтернативный рейтинг. Просто не знал, что можно здесь говорить о проблемах. Я ответил, Шаронович, я вот такой вариант предлагаю. Понятно, что сегодня вот то, что делает ОСИ, оно держит нас в тренде. А вот то, что сказал сегодня губернатор Тульской области, оно нас выбивает из тренда. Поэтому давайте, может быть, вот создадим тоже такой же рейтинг инвестиционной активности федеральных, территориальных органов, субъектов. И неважно, фискальные, неконтролирующие или просто оказывающие услуги. И тогда мы посмотрим, насколько они будут в тренде, то и не в тренде вместе с нами. Безусловно. Поддержка будет. Мы до сих пор не приняли общий закон по контролю надзорной деятельности. Хотя прежний у нас министр экономического развития обещал принять его год назад еще. Этот год уже прошел. Значит, закона до сих пор нет. Мы разговаривали с Максимом Орешкиным буквально вчера. Я его попросил постараться все-таки в осеннюю сессию этот закон доработать и принять. Почти во всех регионах России, отмечают эксперты, произошел рывок в развитии малого и среднего бизнеса. Только на Кубани работают больше 300 тысяч небольших предприятий. Именно частный капитал должен стать одним из основных инструментов развития отечественной экономики. Об этом Владимир Путин говорил на пленарном заседании форума. Важно, что в формировании открытой и благоприятной деловой среды активно участвуют регионы. Чтобы обеспечить опережающие темпы роста экономики, нам нужно значительно увеличить вложения в транспорт, энергетику, связь, другую инфраструктуру. Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал. Важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов. Возврат его капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодополучателей, выгодоприобретателей инфраструктурных объектов. Это бюджеты разных уровней, инфраструктурные монополии, другие пользователи инфраструктуры. То есть речь идет о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов. А пользователи объекта этот кредит постепенно гасит. Несмотря на то, что основная дема Петербургского экономического форума – поиск балансов глобальной экономики, разговоры о состоянии малого и среднего бизнеса постоянно подпитывают атмосферу саммита. Все прекрасно понимают, без этого сектора деловая жизнь не будет полноценной. Оказать поддержку участникам готовы депутаты Государственной Думы от Краснодарского края. По мнению Константина Затулина, на законодательном уровне необходимо отделить инвестиционные банки от тех, которые работают с населением. На уровне Государственной Думы необходимо принять законы, по которым прежде всего в сфере малого, среднего предпринимательства дать льготы для старта, для стартапа. Но, к сожалению, банки очень тяжело идут навстречу, потому что требуют кредитную историю. Если нет кредитной истории, то никакого кредита нет. А ведь экономика развивается не из прибыли, она развивается из кредитов. Вот это важное, это самое главное. Если мы заставим нашу банковскую систему работать на производство, в этом случае, я уверен, успех будет. По оценке международных экспертов, за пять лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику в совершенствовании предпринимательского климата. По известной шкале Doing Business мы поднялись сразу на 80 позиций вверх. Без сомнения, равновесие в экономике всей страны зависит от делового климата в каждом конкретном регионе. Кубань привезет из Санкт-Петербурга семь подписанных соглашений и протоколов на сумму более 4 миллиардов рублей. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко. Кубань, 24, из Санкт-Петербурга. Летом придется изменить маршрут движения по Краснодару и ехать не спеша. В Краевой столице начался масштабный капитальный ремонт дорог. Дорожная техника уже вышла на проблемные улицы города. Первые в списке – это Кореновская, Крупская, Кузнечная и улица Красных партизан. Там дорожники уже приступили к работам. Напомню, в марте этого года губернатор Вениамин Кондрази вместе с мэром проехали по самым загруженным и разбитым улицам Кубанской столицы. Там, где около 10 лет не проводился капитальный ремонт. Глава региона отметил, что дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. И понять горожан можно. По таким дорогам они просто разбивают свои автомобили. Тогда и было принято решение выделить средства на самый масштабный за всю историю Краснодара дорожный ремонт. По поручению губернатора впервые выделена такая сумма – это порядка 3,6 млрд на ремонт автомобильных дорог в городе Краснодаре. Это все улицы, в основном 76 километров, по которым у нас движется общественный транспорт. Это все проблемные улицы на сегодняшний день, ну или основная их часть. В списке на ремонт и улица Новороссийская. На эту дорогу в краевую администрацию приходили десятки жалоб. В этом году здесь будет проведен капитальный ремонт. Сейчас идет подготовительный этап – разметка самой дороги, тротуара, освещение. Как отметили в департаменте строительства города, на это потребуется около месяца. Уже в конце июня дорогу для автомобилистов закроют. Планируется, что после ремонта там будет четырехполосное движение. Будем работать вначале по переносу коммуникаций, которые попадают в зону работ. Это электрокабели, это связь, это газ, это вода. То, что мешает строительству самой дороги. В этом году запланирован ремонт 46 улиц города Краснодара. Ремонтные работы продлятся все лето, поэтому горожан просят морально подготовиться. В ближайшее время на сайте мэрии будет опубликован маршрут объезда улиц, которые подлежат ремонту. Студенческий городок Кубанского госуниверситета может появиться в центре Краснодара. Его строительство Вениамин Кондратев сегодня обсудил с директором агентства жилищного кредитования. Вместе с Александром Плотниковым глава региона осмотрел площадку, на которой собираются разместить общежитие и дом для преподавателей. Федеральный участок долгое время был в пользовании вуза. В прошлом году земли перешли в управление агентства жилищного и потечного кредитования, которое планировало там построить многоквартирный дом. Но по мнению краевых властей, более необходима на этом месте сегодня общежитие для студентов КубГУ. Давайте создадим студенческий городок на этом месте. Оба участка рассмотрим, чтобы переспределить в интересах студентов. И здесь создадим хороший студенческий городок. То, что делает ИЖК сейчас, это происходит в рамках реализации приоритетного проекта. Здесь тоже это все происходит не потому, что ИЖК решил этот участок взять и изъять. Есть определенные показатели национального приоритетного проекта. По именно федеральным землям, находящихся внутри городов, под развитие жилищного строительства. Мы построить всегда успеем, поверьте. И строим. Креставр является в тройке лидеров по сдаче жилья. Поэтому это для нас не самое главное. Жилищное строительство мы поддерживаем, оно развивается. Но там, где можно построить будущее, а в том числе путем строительства общежития. Для тех, кто будущее будет делать. Коллеги, давайте все-таки здесь приоритеты расставим. Как отметил, в свою очередь, ректор вуза, сегодня остро стоит проблема с проживанием их студентов. Большинство учащихся университета из отдаленных районов Кубани. Кроме того, из-за дефицита мест в общежитиях университет был вынужден сократить количество квот для студентов из других стран. Гран-при «Формулы-1» в Сочи могут перенести на осень. Российская сторона обратилась к организаторам «Формулы-1». С такой просьбой об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Казак, пишет российская газета. Казак отметил, цитирую, «Мы хотим, чтобы нам восстановили в спортивном календаре осенние гонки. Обо всем уже, в принципе, договорились. Те же спонсоры и инвесторы будут участвовать в финансировании гонок следующего года». Первые гран-при России состоялись, напомню, осенью 2014 года. Однако позже турнир было решено перенести на майские праздники, чтобы повысить посещаемость. Точные сроки проведения следующей гонки определяют в декабре на заседании Совета по спорту Международной автомобильной федерации. Тем временем Сочи готовится принять гостей Кубка конфедерации. Центральные улицы, курортные столицы, транспортные магистрали и основные гостевые зоны, расположенные в Эмеретинской низменности, в том числе Олимпийский парк, проинспектировал глава Сочи с представителями отраслевых управлений. «Гостевые зоны курортной столицы под пристальным вниманием главы курорта. Скверы, парки, дороги, подземные переходы. Словом, все объекты городской среды должны быть в идеальном виде. Остается совсем немного времени, когда Сочи будет встречать гостей, которые прибудут на матче Кубка конфедерации. Замечания к внешнему облику курорта у мэра есть, несмотря на то, что работы по приведению города в надлежащий вид в эти дни ведутся непрерывно». «Тротуары надо выдроить, это точно. Значит, бордюры надо, конечно, либо подкрасить, либо отмыть. Ну и по дорогам, вот этим красным полосам, или полосам скотжения, надо тоже что-то придумать». Немало замечаний у главы города к содержанию территорий торговых и строительных баз, которые попадают в гостевые зоны. «Здесь должно быть чисто», – говорит мэр. «Недоволен городоначальник и состоянием строящихся объектов, расположенных вдоль федеральной трассы, а также в поселке Мирном. Остановки, торговые объекты, прилегающие участки должны также быть в идеальном состоянии». «Мы должны понимать только одно – к нам едут в гости весь мир на футбол. Но, приехав на футбол, они обязательно будут интересоваться и городской средой. И, конечно, если мы будем некрасивы, неухожены, то о нас будут думать по всей России именно так. Поэтому мы просто не имеем права по-другому. Нам предстоит большой труд, тяжелый труд, но за эти 10 дней мы должны все привести в порядок». Запланировано и проведение субботника. Задача для горожан – навести порядок во дворах. Инспектировать же территории района в прибрежную часть на предмет готовности ко встрече гостей глава курорта планирует ежедневно. После 15-го числа – контрольная проверка. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В рамках Всемирного дня окружающей среды Оркомитет «Россия-2018» организовал волонтерский десант. Сегодня он высадился в районе Дендрария и парка Южной культуры, где волонтеры предложили сотрудникам двух парков свою помощь. Кубку конфедерации нужно приукраситься, например, у парка Дендрарии, обновить ограждение. Я предлагаю вам встать на одну изгородь человека три, на одну секцию человека три, для того, чтобы и быстрее работать, и качественно это все было. Как известно, парк является памятником садово-паркового искусства и ежегодно принимает тысячи гостей. Поэтому и внешний вид его должен быть безупречным. Волонтеры в специальной одежде с кисточками в руках с энтузиазмом приступили к своей работе. Краску, перчатки и инвентарь выделил сам парк. Подобные экологические акции проходят сегодня во всех городах, которые принимают у себя Кубок конфедерации и чемпионат мира по футболу. Правда, фронт работы у всех разный. Сочи к предстоящим событиям подготовил 1300 волонтеров, которые прошли жесткие отборы и уже готовы работать на главном футбольном событии мира. У нас уже сейчас вышло на Кубок конфедерации работать около 300-350 волонтеров примерно. И где-то к 16 июня у нас уже выйдут все 1300 волонтеров, которые будут помогать организации в проведении Кубка конфедерации. По инициативе депутатов городского собрания Сочи состоялся экологический форум развития города-курорта «Чистое будущее». Он прошел на базе научно-исследовательского института горного лесоводства и экологии леса. Форум, подготовленный Комитетом по экологии городского собрания Сочи, приурочили ко Всемирному дню окружающей среды, чтобы вместе осознать важность вопросов охраны экологии на курорте, где отдыхают ежегодно миллионы людей. А проблем в данной области много. Но все они успешно решаются, тем более накануне массового заезда туристов. На территории нашего города расположены два уникальных заповедника. Это Сочинский национальный парк, это Кавказский биосферный заповедник, все уникальные флоры, фауны. И направление это туризма становится все более востребованным для гостей нашего города. Но каждая сломанная веточка, каждый сорванный источник, мы еще не знаем, к чему это приведет. И поэтому я вам благодарен присутствующим здесь, потому что на каждом этапе возрасте нашего города вы находитесь на своих местах и смотрите, отслеживаете это, вносите предложения, изучая, подсказывая, а где нужно, и бьете в колокола. Пять лет назад в Сочи было создано экологическое движение, в рамках которого ежегодно работает комитет по экологии городского собрания Сочи, экспертная группа экологов, а также экологический совет при главе города. Цель у всех одна – сохранить Черноморское побережье Кавказа для будущих поколений. Ведь именно сюда люди приезжают за здоровьем. 15% всех обращений граждан в приемную депутаты исключительно по экологическим вопросам. Решить нужно немножко. Мне так кажется, нужно, чтобы каждый житель был экологом в душе. Чтобы каждый гражданин Сочи за свой двор, за свою улицу, за свой город, за свой район. Тогда нам будет легче организовать эту работу. Нужна информация, нужна обратная связь. У нас сегодня ТОСы привлечены, в них есть специалисты наши, которые работают. Лесопарковое хозяйство стало больше. Студенты, посмотрите, люди с каким интересом молодежь входят в изучение экологических перспектив, ищут свое применение. Сегодня на экологическом форуме были отмечены грамотами городского собрания Сочи, администрации города и общественной палаты Сочи все, кто не безразличен к теме экологии, кто вносит существенный вклад в решение экологических проблем. Достаточно вспомнить посадку кедров у виллы Вера в поселке Дагомыс, организацию парков в микро-районе Макаренко в честь 80-летия Краснодарского края и обустройство парков фестивальной ко Всемирному фестивалю молодежи. А в резолюции, принятой на форуме, решено поддержать проекты Сочинского отделения Русского географического общества, направленные на сохранение памятников природы. Будет поддержан и проект Сочинского госуниверситета по развитию системы экологического образования и в целом проекты по экологическому просвещению населения. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ Лето на курорте вступило в свои права. Вместе с ним в Сочи началось и эко-лето. Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, на летних досуговых площадках стартовала акция «Растем вместе», в рамках которой юные сочинцы высадили саженцы разных растений. К примеру, в Дагомысе стало больше на 11 эвкалиптов. Девиз нынешнего оздоровительного летнего периода – вот оно какое – «Эко-лето». На всех 145 детских досуговых площадках, которые открыли в Сочи 1 июня, все три месяца будут проводить мероприятия с природоохранным содержанием. Так в городе решили поддержать год экологии. Эко-культурная акция «Растем вместе», стартовавшая сегодня на приклубной площадке Дома культуры Дагомыс – одна из них. Это и возрождение традиций города-сада, и экологическое образование детей. Детям напомнили, что традиция высаживать в Сочи эвкалипты давняя, и зародилась она в период борьбы с малярией. А завезли ценные для города деревья полвека назад – из Австралии. Об этом ребятам рассказал сочинский ученый, сотрудник эколого-биологического центра имени Соколова Игорь Глоба Михайленко. Он же провел мастер-класс по высадке эвкалиптов и дал советы по уходу за молодыми деревцами. На новой аллее Дома культуры Дагомыса вместе с детьми будут расти 11 эвкалиптов. 12-й саженец передали воспитанникам школы искусств номер 2 в знак продолжения акции «Растем вместе». Такая эстафета по летним досуговым площадкам города продлится все лето. Подхватили инициативу в день окружающей среды и взрослые, разбив на одной из детских площадок поселка новую аллею. Мало того, что сами взрослые, но еще пребываем детям любовь к своей стране, к своему любимому зеленому городу. Мы приняли такое решение, что ежегодно будем такую акцию проводить. Такие площадки, которые необходимо озелить, в Дагомысе еще достаточное количество, у нас есть над чем работать. Османтус, малосемянник и фатиния. Всего 70 кустов. Поддержал инициативу и сочинский сектор Министерства природных ресурсов края. На курорте инспекторы производят государственный экологический надзор в области охраны окружающей среды. Данная акция демонстрирует экологическое просвещение молодого поколения. Замечательно, когда совсем молодое поколение своими руками сажают эти саженцы. Велика вероятность того, что в дальнейшем им не захочется обрывать листья, ломать ветви, лишь только ухаживать. Цель акции «Растем вместе» не только сохранить, но и приумножить зеленое богатство курорта. Также в рамках эко-лета разобьют новые цветочные клумбы и устроят прополку уже существующих растений. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. К другим новостям. В Сочи электричка насмерть сбила туриста из Кемерово. Трагедия произошла в минувшие выходные недалеко от пансионата «Бургас». По словам машиниста пассажирского поезда, он увидел мужчину, стоящего у железнодорожного полотна. Ни звуковой сигнал, ни экстренное торможение не помогли избежать трагедии. Травмированного 30-летнего жителя Кемеровской области доставили в городскую больницу. где он скончался от полученных травм. Сейчас сотрудники транспортной полиции на станции «Адлер» выясняют все обстоятельства ЧП. Подобные происшествия, к сожалению, в крайне редкие. Напомню, поезд развивает скорость до 180 км в час, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров. Поэтому при всем своем желании машинист не может моментально и экстренно остановить состав. В центре Сочи из багажника выпали дети. Видео шокирующего происшествия появилось сегодня на городском интернет-портале. Сегодня утром, по данным очевидцев, примерно в 9.45 на курортном проспекте при движении в сторону Горького у Черного внедорожника на ходу открылся багажник, из которого выпали двое маленьких детей. К счастью, водитель, идущий следом белой приоры, успел вовремя затормозить. Горе-родительница, спохватившись, стала задом возвращаться по улице Горького к месту ЧП. Как стало известно, один из детей получил легкие травмы и будет лечиться дома. А причиной ДТП стало желание детей проехаться в багажнике и необъяснимо лояльная реакция на это со стороны матери. В Сочи и Волгоград свяжут прямое авиасообщение. С 9 июня компания «Нордавия» региональной авиалинии запускает прямые авиарейсы. Полеты в Сочи будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на современных воздушных судах «Боинг». На перелеты в Волгоград, Сочи и обратно в период с 9 по 30 июня включительно будет действовать 30-процентная скидка от тарифа для тех, кто отправляется в полет всей семьей или компанией из нескольких человек, сообщает пресс-служба Волгоградского аэропорта. Талантливый композитор, певец, прекрасный учитель, обладатель многочисленных наград международных конкурсов и фестивалей и крестный сын мировой легенды – короля танца Махмуда Исамбаева. Семь лет назад в Сочи не стало Владимира Любимова. Каким он запомнился своим ученикам и кто продолжает его дело, расскажет Ольга Десятого. Мне проще общаться через музыку и все то, что вложено, реализовывать через нее. Музыка была его жизнью. Владимир Любимов – певец и композитор. А в Сочи его знают в первую очередь как преподавателя училища искусств. Ему он отдал 25 лет своей жизни. И именно он поднял на новый уровень вокальное эстрадное отделение. В Сочи Любимова по-прежнему помнят. Его ученики, они уже и сами педагоги, сегодня продолжают дело своего учителя. Мы с ним планировали открывать студию. И в память его в 2011 году я открываю свою студию, называю ее своим именем Катрин. И продолжаю методику Владимира Любимова. Работаю именно по его принципу, по его распевкам. Для своих учеников был прежде всего отец, друг, наставник. Таких людей очень мало. И вообще это редкость. И встреча с этим человеком, она дала мне дорогу в жизнь. Музыка. Своим голосом Эдвард Хачарян на популярном музыкальном шоу развернул все четыре кресла наставников. А его главным наставником на всю жизнь останется именно Любимов. Я хотел бы сказать, что независимо от того, что его уже нет с нами много лет, он все так же близок и дорог нам и нашему сердцу. И всегда будет в нашей памяти. А еще Владимир Любимов – лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный деятель искусств России, композитор, автор более 150 песен, обладатель множества наград за вклад в искусство, крестный сын мировой легенды, короля танца Махмуда Эсамбаева. А еще он был просто хорошим человеком и преданным другом. В принципе, друзей мало очень. Есть товарищи, есть собутыльники, есть приятели, есть соседи, есть коллеги. А друзей очень мало. И вот он был другом. Сердце Владимира Любимова остановилось семь лет назад. И когда бы он не ушел, говорят его близкие друзья и ученики, это было бы все равно слишком рано. Так много он еще мог бы сделать для современного искусства. Ольга Десятого, Ирина Трусова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на сегодня все. Завершаем выпуск информации от нашего партнера. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывают все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.